Веселайба вышла в свет. Портал, на который ушло 7 лет и около 15 миллионов евро. К осени домашняя страница заработает в полную силу, обещает Национальной службе здоровья. Сергей Герасимов спросил у экспертов IT-индустрии, как они оценивают продукт. Ну, если какой-то студент принесет на защиту бакалавра эту работу, ну, оценка будет очень-очень такой средней. Новый портал Эвеселайба получился довольно посредственным, считает эксперт в IT-сфере Марис Альбертс. Впрочем, добавляет он, как и практически все, что в интернет-среде пытается делать государство. Но тут особый случай. Проект разрабатывался с 2009 года. По подсчетам госконтроля он обошелся в почти 15 миллионов евро. Могли бы и постараться. Если я вижу вот такое первое окно, мне совершенно уже ясно, что в этом врачи не участвовали и пациенты не участвовали. Проект Эвеселайба по замыслу службы здоровья должен упростить коммуникацию врача и пациента и предоставить услуги электронных рецептов, электронную запись на посещение врача, электронные направления к специалистам и ряд других функций. Впрочем, проект уже стал скандальным. Госконтроль выявил в нем огромное количество нарушений, а Минздрав даже подумывал его свернуть. Но его все же решили завершить, чтобы не терять софинансирование из европейских фондов. Пока я вижу, что это информационная страничка, информации на которой меньше, чем на сайте службы здоровья. Вход в систему не работает ни для жителей, ни для врачей. Именно врачи и профессионалы, заполнив соответствующие бланки, должны начать пользоваться системой. Но бланков я не нашел. То, что сейчас показывают обществу, это страничка, которую можно сделать за одну-две недели. В Национальной службе здоровья объясняют Эвеселайба – это не только портал, а целая система. До 1 ноября все врачи должны заключить договор об ее использовании. И тогда она действительно заработает для всех. Будет ли она удобной и простой в использовании – вопрос открытый. Но, например, для врачей устраивают специальные курсы. Перед тем, как запустить систему, мы проводили тесты на пригодность к использованию. Устанавливали, что работает хорошо и какие функции могут быть необходимы врачам. Конечно, все это мы делали вместе со специалистами. Сейчас посетителям доступен только портал, где можно ознакомиться с новинками и статьями. И, наконец, в Национальной службе здоровья говорят, озвученная госконтролем стоимость проектов в 15 миллионов преувеличена. Проект обошелся в 10, включая обучение для медиков, установку компьютерных систем и серверов. Остальные 5 миллионов Минздрав истратил на другие цели. Сергей Герасимов, Кришьянис, Латвийское телевидение.